Классификация белорусского языка имеет те же проблемы, что украинского. То есть российская лингвистика это упорно записывает в некие восточнославянские языки, имежи придуманные. Реальный язык еще больше походит на польский, потому что там частичное смягчение в шипящей происходит, как и в польском типичный фонетический процесс. И вполне очевидно, что по всем признакам белорусский близок к украинскому. Они взаимно понятны. То есть видимо вместе с русинским и палецким, можно сказать, что это единая группа какая-то, можно назвать ее восточнославянской. Но только русский язык в эту группу не входит, это достаточно далеко от нее отстоит. Русский язык испытывал влияние белорусского и украинского. Но также там большие очень компоненты церковнославянского и много заимствований вообще европейских. Ну то есть позже поговорим про это, но дело в том, что трудно его отнести в одну группу с украинскими и белорусскими, когда они взаимно непонятны. Процентов на 60 только. Возможно, взаимопонимание в данном случае. История белорусского близка к истории украинского, но белорусский национализм слабее, литературный язык формировался долго. В Западной Беларуси вообще больше влияние Польши, чем в той же Западной Украине. И фактически многие, которых потом записали в белорусы, это православные поляки с восточно-польскими диалектами. В качестве предшественника называют тот же старый украинский или старый белорусский язык. Но современные нормы, как и в украинском, основаны на устных диалектах 19 века. Ну вот на слайде пример одного из первых текстов. Это листовки Костуся Калиновского. Он, в общем-то, был поляком, он пытался втянуть крестьян белорусских в восстании 1863 года. С этой целью писал прокламации на крестьянском диалекте. Как мы видим на слайде, он писал это в польской орфографии. То есть это вот оригиналы текстов Калиновского, которые считаются одним из основателей белорусского языка. Ну, видимо, ксензы польские должны были озвучивать это дело, поэтому написано. С польскими буквами, так скажем. К началу 20 века уже есть довольно развитая литературная традиция на современном белорусском, так или иначе. Но это был чисто художественный язык, то есть не было никакой административной на нем, никаких не было законов и так далее. Только художественная литература. В связи с этим до 1917 года не была квалифицирована орфография, и была все еще популярна польская орфография, это называемая латинка. Они даже газеты издавали на латинке в начале еще 20 века. Ну вот в 1918 году создают Белорусскую республику, и именно тогда вот квалифицируют грамматику и правописание, то есть белорусская грамматика Тарашкевича. Сейчас действует орфография 1959 года. Орфография основана теперешней на фонетическом принципе, в связи с этим на письме отражаются фонетические процессы типа Аканье. И есть буквы для У не слогового. Фонетические особенности языка Аканье, причем в А переходит и Э, то есть Рака, Вячерний, Э в безударном положении, Е которая, она переходит тоже в А, что также воспринимается как Яканье. Согласные в конце слова оглушаются, на письме почему-то это не отражается, хотя вроде фонетический принцип орфографии. То есть есть нестыковки в белорусской орфографии. Д и Т при смягчении переходят в африкаты, то есть дядзи, твердые. Они в принципе и в русском с некоторым таким призвуком шипения произносятся нормативно, но в белорусском это более так четко выражено и на письме отражается. Г-фрикативные, как и в украинском. В грамматике есть звательная поддержка, но в целом грамматика ближе к русскому, чем украинская. И это вот эти черты сходства фонетики и грамматики вызваны тем, что московский диалект, который стал одним из компонентов русского языка, имеет многие черты восточно-белорусских. То есть можно в принципе считать это белорусским диалектом. То есть не белорусский на русский походит, а наоборот. Вот русский частично возник фактически как смесь белорусского и церковно-славянского. Вот в речи попов Москвы и всяких бюрократов там на базе этой смеси формировался уже потом этот самый русский. Подробнее в истории русского языка расскажу об этом. Окончания прилагательных тоже близкие к русским, то есть нестяженные. И скорее всего в русский тоже попали из белорусского языка, потому что и северорусская и украинская нормы это стяженные прилагательные. То есть там большая дорога, например, в русских диалектах. Глагол как украинский в третьем лице настоящего времени во множественном числе имеет мягкое Т, которое произносится, конечно, как мягкое С, да. А так остальное все так же, то есть нет каких-то особенных формок в украинском будущего времени. Грамматика весьма походит на нормативную грамматику русского языка. А лексика очень не походит, потому что лексика в основном западнославянска, как и в украинском языке. Значит, при господстве Лукашенко тяжелая ситуация с языком сейчас в Беларуси, потому что адекватных мер по защите языка не применяется. В результате он вытесняется русским. Как уже говорил, для малых языков нужны дополнительные меры защиты, иначе более крупные их поглотят, что там и наблюдается. В городах язык практически не употребляют. Вот видим на слайде синим, это где дома говорят на русском языке. Ну, то есть вот на белорусском почти не говорят глухие сельские районы, говорят дома на белорусском. Вот такая ситуация с одним из предков русского языка фактически.